Сергей Устюгов. Тревожная командировка. Глава 1. Вчера собирались в кафе на вечер встречи. Когда вошел в фойе, то почувствовал школьную атмосферу. Скоро будет звонок, опять идти в класс. Ребята стояли грубками и тихо разговаривали. Как же изменились? Все взрослые стали. Поздоровались, начали общаться. Потом пошли за столики. Выпили, пошли разговоры про учителей, политику. Стали вспоминать смешные случаи из школьной жизни. И вот дернуло меня за деть Станислава, который в школе считался середнячком. Никакой группе не примыкал, был сам по себе. Я вспомнил один случай. А момент был, конечно, для него неприятный. Он признался в любви нашей красотке Ольге. Большой букет роз подарил, она же посмеялась над ним. Оля уже в то время расчетливая была. Весь класс тогда смеялся над ним. Станислав посмотрел на меня и сказал, Серый, ты, как всегда, бред несешь. Мне обидно стало, но я еще столько не выпил, чтобы начать задираться. Потом Толик вспомнил, что когда Пашка утащил блокнот у красотки Оли, и мы стали читать, то получилось так, что ее потом видеть не захотели. В блокноте она давала характеристику всем. Она издевалась над классом. Классную зубрилу Таню назвала синей мымрой, спортсмена Толика, тупоголовым балбесом, меня. Ну про себя промолчу. Хотя тоже обидно было. Красотка Оля запаздывала в кафе, а когда появилась, то наши девчонки начали перешептываться, а ребята стали смотреть на грудь и длинные ноги. Она вошла в кафе и начала крутить ухоженной головкой. Медленно поднимала голову и сразу же прикрывала глаза. Было смешно, но на ребят подействовало. Сразу двое кинулись навстречу. Она села за стол и оглядела всех, как королева. Вечер был уже в разгаре, ребята уже пошли курить, когда вошел молодой мужчина, в костюме и галстуке. Кто-то начал, да это Витек, но осекся. Перед нами был Виктор Николаевич. Первое, что бросилось в глаза, это часы на руке. С виду не броские, а на самом деле такие стоили тысяч 20 долларов. Со всеми он поздоровался, а подойдя ко мне, смерил сверху вниз и сказал, и ты здесь, а я думал все на своей стройке пашешь. Конечно, рядом с ним я совершенно не смотрелся. И часов у не было, а зачем, если телефон есть? У меня с ним конфликт был еще в конце 10 класса. С тех пор наши отношения были, мягко говоря, никакие. Девчонки облепили его, а он оглядывался, искал кого-то. Наконец заулыбался, глядя за наши спины. Мы повернулись, а там шла наша красотка, неприступная Оля. Было в ней обаяние, не животное, а что-то непонятное, в общем, сильно притягивало мужской пол. И я тоже попадал в свое время под ее чары. Потом прошло. Но сейчас она снова излучала энергию. Оля еле посмотрела на нас и прошла прямо к Витьку. Видимо, они виделись, и помимо наших встреч. Она подошла, подставила щечку для поцелуя, а потом повернулась к нам. Ну что молчите, языки проглотили, давайте танцевать. Голос был волнующий, как и раньше. Конечно, мы каждый потанцевали с Олей. Я держал ее за спину и вспоминал то хрупкое очарование школьных вечеринок. Тогда я надеялся, что она выберет меня. Но! В конце танца она шепнула такое, что я резко засобирался домой и ушел. Она сказала, серый, от тебя пахнет стройкой. Ты мойся иногда, ладно. Я не стал портить всем вечер. Шел по улице и материл ее. Я был такой злой, что нагрубил матери и отцу. Долго ворочался в кровати, не мог заснуть. Ну как так? Одним все, другим ничего. Почему дети чиновников так шикуют, так высоко себя ставят? Ведь если бы не родители, они бы ничего из себя не представляли. Однако почему же так обидно? Сегодня вечером, мама начала. Вот знаешь, что у Николая уже ребенок появился. И ему уже скоро год. Николай – это двоюродный брат. Умный, и в кого такой, работает программистом, женился в прошлом году. Вот с тех пор мама все время ставит в пример. Видимся редко, живет он в другом городе. Ну женился и женился, ребенок родился, и хорошо. Причем здесь я. Уже маме ничего не говорю. Да и бесполезно. Она видит во мне будущего отца семейства, а я думаю, что рано. Не встретил ту, единственную. На стройке, где работаю, опять заставили ходить в касках. В городе на какой-то стройке авария была, погиб один. Говорят, мужик без каски ходил. Сегодня вообще-то спокойный день. Бригадирша Валентина отпросилась, а мастер быстро пробежал по этажам и тоже уехал. Наши электромонтажники и расслабились. Один спал на листах гипсокартона, другой побежал в магазин. Я же ушел в дальнюю квартиру и отрабатывал движения, какие давали на вчерашней тренировке. Занимаюсь уже два года, и тренер говорит, что результаты неплохие. Мне нравится, тренер на каждой тренировке новое дает, ну и спарринги иногда делает.